вот вы боитесь глубины даже если нет то после просмотра этой ленты начнете бояться всем привет вы на канале культовое кино и сегодня я расскажу вам об очень эффектном и в определенных кругах уже почти культовым подводном хорроре глубина который дэвид туи снял 2002 после успеха его относительно прайсовый трэш-фантастики pitch black pitch black это черная дыра что ли с молодым вином дизелем она самая хотя настоящее название ленты кромешная тьма наши прокатчики как всегда проявили креатив я смотрел этот фильм свое время в кинотеатре и очень удивился его коммерческому успеху благодаря которому вин дизель выбился в люди а дэвиду туи стали давать серьезные бюджеты я кстати тоже удивилась что фильм приличную кассу собрал хотя вин дизель там конечно харизматичный красавчик понятно почему стал звездой таланты дизеля не подвергаются сомнению но сам фильм объективно слабоват и как фантастика и как ужасы а его мега бюджетный сиквел хроники ридика так и вообще является каноничным образцом лютейшего невменяемого трэша в котором в кучу навалили все что только можно без какой-либо структуры и здравого смысла им нет равных они начали новый поход огнем и мечом прокладывая себе дорогу среди звезд скоплению новых темных миров для них это земля обетованная они некромонгеры что кстати лично у меня подорвало веру в постановочный талант дэвида туи и его действительно отличный белоу который он снял после питч блэк и до хроник это скорее пример того когда все вокруг проекта сложилось они большого таланта режиссера и ко сценариста так фильм то о чем ёпт не томи не томлю 1943 год экипаж американской подводной лодки замечает небольшой плод с терпящими бедствиями и берет их к себе на борт это были англичане судно которых потопили пару дней назад и среди них была женщина очень плохая примета на море однако вовсе не женщина на борту была виновата в неприятностях которые обрушились на лодку через некоторое время после ее восхождения на борт темная история приключилась в этом плавание и теперь экипажу субмарины пришло время расплачиваться за прошлые грехи после успеха питч блэк дэвид туи до него известный в основном как сценарист написавший сценарий ко многим успешным картинам включая жанровые вроде чернокнижника или отвязанных зубастиков 2 получил доступ к серьезным бюджетом и выбрал для своей новой постановки жанр подводного мистического триллера сценарий которого он написал еще в 1999 году совместно с лукасом сусманом и молодым на тот момент дарованием дарином ароновски который кстати первоначально и должен был глубину ставить но даррен избрал для себя постановку обласканного фестивалями и критикой реквиема по мечте и в итоге дэвид решил ставить фильм самостоятельно удар она точно была чуйка на то что любит критика и подводный хоррор явно не из таких жанров да но подводный хоррор потенциально мог бы быть гораздо прибыльнее мрачной социальной драмы о наркошах если бы не конфликта дэвида с братьями вайнштейнами из миромакс который попросили его перемонтировать ленту для получения более коммерческого с их точки зрения рейтинга pg-13 чего он сделать отказался и они его проект в прокате завалили выкинув ленту без серьезной рекламной кампании всего на 168 экранов с которых она собрала в штатах жалкие 605 тысяч долларов хотя в остальном мире заработала чуть больше двух миллионов и это при заявленном бюджете в 40 миллионов долларов уж наказали так наказали ну да причем не режиссера а инвесторов однако благодаря позитивному сарафану после выхода фильма на видео кассеты и диски с глубиной не затерялись на самых дальних пыльных полках видеомагазинов и прокатов и многие любители мистических ужасов не пожалели что приобрели его себе в коллекцию мне кажется что фильмы про подводные лодки обычно получаются либо очень хорошими либо очень плохими и редко когда средними и этот фильм судя по твоему энтузиазму хороший до below по твоей классификации принадлежит к первой категории но у картины есть серьезные отличия от обычных лент про героическую службу подводников потому что в ней действуют потусторонние силы и нагоняют жути надо сказать они весьма солидно не только на непосредственных участников подводной драмы но и на зрителя который во многих моментах будет подпрыгивать в кресле от страха в отличие от своей предыдущей картины где особого саспенса с моей точки зрения не было в этом фильме дэвиду туи удалось показать высший пилотаж по части постепенного нагнетания атмосферы неуютного страха плавно переходящего в леденящий душу ужас от встреча с проявлениями потустороннего 14 20 hours to a periscope фейтезы в джем и саптенса дали он before moving on to areas north and i should be happy with results 15 50 hours or multiple shipping targets but passed on all men getting it she'd come home with at least он дел психологически этот фильм работает просто безупречно разделив действие на три условные части первые из них зрителям представляют всех основных действующих лиц и постепенно нагнетают нервную атмосферу неопределенности и саспенса это и Субтитры создавал DimaTorzok Во второй части действующие лица вплотную сталкиваются с ужасными проявлениями потустороннего и психологическое напряжение зрителя просто зашкаливает, заставляя пугаться даже вполне обычного шороха и звука, не говоря уже про моменты, где нас по-настоящему пугают. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ну и третья часть это развязка фильма, где все разрозненные ниточки недомолвок и догадок сплетаются в единое полотно с отчетливым рисунком того, что действительно случилось на борту подлодки и стало причиной столь кошмарных событий. А что там случилось? Блин, ну я же не отморозок, чтобы спойлерить. Ты посмотри, если не боишься, и сама все увидишь. Так чтобы подобный фильм работал, нужны две основные составляющие. Мастерство режиссера и отлично подобранный актерский состав. О режиссерских талантах Дэйвда ты высказался вон не лучшим образом. Ты прав. После просмотра других его режиссерских работ я не считаю Дэвида Туи особым талантом. Но на данном конкретном проекте ни к его режиссуре, ни уж тем более к прекрасному актерскому составу лично у меня претензий нет. Тут все, что называется, срослось. Поэтому калаустрофобия тесных помещений подводной лодки, непростые взаимоотношения ее обитателей и пугающая атмосфера потустороннего переданы Дэвидом мастерски. Да и эмоциями зрителей он явно манипулирует сознанием дела. Ну и актерский ансамбль тут безусловно подобран идеально. И их прекрасная игра не заставляет ни на секунду усомниться в подлинности переживаемых на экране эмоций и реалистичности совершаемых поступков. Даже у будущего комедианта Зака Галифенакеса в одной из его первых серьезных ролей. Я не знаю, почему это будет вероятно, или как мы сможем контролировать его. Я уже проверяю книжку на это, и мы знаем о том, что молитвы, что молитвы... Молитвы? Смотрите это. Молитвы не исчезли от heaven или hell, но от каких-то неудовательных местах в международном порядке. В фактах, есть... Ух, нифига ж тебе! Прикольно видеть Пухляша из Мальчишника в Вегасе в серьезной роли. И ему идет... Реально прикольно! Да и снят фильм, судя по фрагментам, вполне недурно. Снят и смонтирован фильм просто на отлично. В моментах, где нужна динамика, для усиления психологического эффекта паники, к примеру, камера активно двигается за своими персонажами, не выпуская их из действия ни на секунду. КОНЕЦ В то время как особенно зловещие моменты выполнены с использованием статичных планов или медленного движения. Ну и эпизоды вне субмарины, безусловно, радуют глаз своим качеством и креативной постановкой. При этом музыкальное сопровождение минимально. И в основном в картине используются лишь шумы и специальные звуковые эффекты. Что я считаю очень правильным решением для любого фильма про подлодки вообще. Вот, кстати, да. И судя по твоему рассказу, глубина хороша сразу на нескольких уровнях восприятия. Да, потому что это и прекрасный обращик психологической драмы, разыгрывающейся в закрытом пространстве подводной лодки. И очень качественный образец действительно жуткого мистического хоррора. И даже немного фильм про войну. Поэтому лента не только заслуживает безоговорочной пятерки, но и наверняка понравится весьма широкой категории зрителей. Хотя особенное внимание на нее стоит обратить любителям качественных триллеров и мистических хорроров. Ибо очень неуютный просмотр и реально страшные моменты вам гарантированы. Как гарантированы новые обзоры культовой классики и жанровых новинок на моем канале по пятницам. Поэтому, если вы на него еще не подписаны, то самое время подписаться. Ну и нажать колокольчик, поставить лайк и написать комментарий, конечно. До новых встреч. Пока-пока. Каждый день спускаюсь, я на дно, на час. А ты улетаешь в дальний рейс сейчас. Это небо манит тебя и меня. Но судьба решает, что мой долг глубина. Нет, я не летчик. Я в этот глаз. И это небо за нас той, той, как я глаз. И это небо за нас.